Сегодня мы поговорим о таком мощном природном явлении, как торнадо. Торнадо или смерч, как его ещё называют, считается самым опасным природным бедствием для всех живых существ. В основном смерчи возникают в грозовых тучах. Они представляют собой атмосферные вихри, которые притянулись с небес на землю. На этих кадрах можно видеть зарождающиеся торнадо. Хоть воронка ещё не сформировалась, но сила ветра уже достигла такого уровня, что постройка, находящаяся рядом, начала разрушаться. Масса воздуха находится в постоянном движении, формируя собой воронку, затягивающую любой объект на своём пути. Внутренними потоками торнадо притягивается к поверхности, наружные же поднимаются ввысь. Таким образом, внутри смерча воздух сильно разряжен. Мощь торнадо колоссальна. Он переворачивает тяжёлые грузовики, срывает и коверкает железнодорожные мосты, подхватывает воздух и швыряет на землю 10-тонные самолёты. Он также может втянуть в себя небольшое озеро со всей его живностью и унести его на многие километры. Наземный торнадо достигает в нижней части диаметра 200-400 метров, а иногда более 2 километров. Смерч перемещается вместе с облаком, со скоростью в большинстве случаев, находящейся в пределах от 20 до 70 километров в час. Однако временами она может достигать даже 200 километров в час. На этих кадрах как раз хорошо видно, что смерч движется неразрывно с облаком, не отставая и не опережая его. Часто торнадо рождаются над морем. В таком случае диаметр воронки всегда меньше, если сравнивать с наземным смерчем и составляет от 20 до 40 метров. А при приближении к берегу они обычно исчезают. Но не всегда. Этот смерч все-таки успел выйти на сушу и поднять огромный столб пыли. Вот что творится внутри торнадо. Люди снимали смерч, когда он прошел прямо по зданию, где они находились. Деревья перегибаются к земле. В воздухе летают разные осколки и стоит оглушительный шум. Да, не хотелось бы лично такое пережить. А это кадр с видеорегистратора. Автомобиль, на котором он был установлен, попал в эпицентр торнадо. А тут смерч прошелся по автомобильной трассе. Нет, машину он не опрокинул. Зато поднял в воздух кучу мусора и обломков. А с одного грузовика сорвал брезент и порвал его в клочья. Отчаянные люди не выключили камеру, когда смерч прошел буквально в паре метров от них, разрушая все на своем пути. А эти люди спрятались от торнадо дома. И вот что происходит, когда ураган проходит совсем рядом. К этому урагану охотники за торнадо подобрались очень близко. Этот смерч был довольно мощный. И можно хорошо видеть, какие разрушения он принес. Везде валяются обломки деревьев. А те деревья, которые устояли, остались полностью без листьев и веток. А это каркас какой-то постройки, которую смерч полностью разрушил. Эти люди сильно рисковали, так близко подобравшись к воронке, так как нередко торнадо может менять траекторию движения. И тогда от него уже трудно уехать. Здесь засняли момент рождения смерча. Сначала грозовые облака начали быстро вращаться. Через некоторое время на земле под этими облаками поднялся ветер, который закручивался вокруг своей оси. А потом уже из тучи появился хобот и опустился на землю. В связи с изменением климата, смерчи стали появляться там, где раньше их наблюдали редко. Этот ураган обрушился на Индию. А этот смерч засняли в Армении, недалеко от Еревана. Он просуществовал всего пару минут, но и за это время успел причинить различные разрушения. Эти кадры были сделаны в Ярославской области. Смерч прошел по поселку, сорвал крыши с домов и повалил множество деревьев. А это уже Казахстан, май 2020 года. Торнадо возник из ниоткуда и прошел несколько километров. Конечно, без разрушений там также не обошлось. Казахстан На этом все. Торнадо действительно страшное и очень опасное явление природы. И если оно возникает неподалеку, то нужно бежать как можно быстрее, а лучше прятаться где-нибудь в подвале. Ведь нередки случаи, когда от этого вихря гибнут люди. Друзья, а кто-нибудь из вас видел смерч своими глазами? Напишите об этом в комментариях. А также подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Впереди очень много интересного. И включайте оповещение, нажав на этот колокольчик. И тогда вы первыми будете узнавать о выходе новых видео. Ну а я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok